Мадан и Артур обижаются за комнату. Ну, как я поняла, там не только за комнату, а то, что недопонимание у друзей случилось. Вот, ну и комната тоже была причиной. Может быть, они друг друга перепсихуют и все-таки будут так же продолжать дружить. Ой, как телефон. Чего выдержать стал? С кем подралась? То, что у меня там коленки были в синяках, я не дралась, я просто по сцене ползала кошкой. Поэтому у меня синяки на коленках. Вот, а пижаму я порвала из-за Элинки. Короче, мальчик, который ко мне пришел, мы из-за него поругались. Вот. Это доказательство того, что дружба между девочками обманчива. Больше пишет тебе нет. Мы не общаемся с ним. Да, и смысл. Я вообще не понимаю людей, те, которые расстаются и общаются, типа они друзья. Ну, не знаю, для меня это бред. Я понимаю, когда там муж и жена, или даже не муж и жена, у них там есть общий ребенок, и им придется общаться. Аппаратная... Таняка скучает. Видели? Да. Что ты хотела? Все, спасибо. Аппаратная... Аппаратная... Вот это губки. Спасибо. Есть? Кто тут? Сейчас с Линейно как общаетесь? Ну, я с ней... То есть она извинилась передо мной. Вот, мы с ней также общаемся, но уже нет доверия к этому человеку. Обиды, конечно, осталось. Я не ожидала от нее такого подвоха. Зачем темно перекрасила, светленько было лучше? Ну, ты еще покричи, должны услышать. Прям ручку вот так маши, долго должны. А зачем темно перекрасила, светленько было лучше? Ну, блин, у меня от белого цвета волосы очень сильно обломились. Вот, они прям вот такие вот коротенькие стали. Хотя я с блондом ходила достаточно долгое время, и у меня все было хорошо. Но почему-то тут они жестко обломились. Не знаю, из-за воды этой или из-за того, что может краска другая. Ну, в общем, мне было тяжело с ними ходить, так как дома я-то могла каждые две недели корни ходить подкрашивать, а тут уже проблемней. Вот, и каждый раз, когда корни отрастали, из-за этого дыр у меня был ужасный цвет волос. Он был не белый, а какой-то с зеленым оттенком, то ли какой-то ужасный, в общем. Поэтому я решила все-таки перекраситься обратно в темный, чтобы мои волосы, мой цвет, волос отрастал. Вот. В принципе, не жалею. Мне кажется, всегда, когда девушка перекрашивается в темный, ей говорят, что это очень белый, а когда она белая, все говорят в темный. Да, мне в принципе, все равно, ну, как бы, мне не горячо, не жарко от нее было. Аппаратная, аппаратная, аппаратная. Привет. Привет, волосатый, с кого против тебя будет голосовать жив, что ты очень жаль, ты классная, спасибо. Так, волосатый, я так поняла, вы про Эдика. Почему меня аппаратная, я слышу? Они обычно быстро отвечают. Ой, тут и за одной ситуацией коллектив ко мне по-другому начал относиться. Вот, поэтому мне все равно, кто будет против меня голосовать. Честно, уже устала. Ушел парень, который к тебе приходил? Да. Ушел. Очень добрая и хорошая часть тебе. Вот, как раз-таки, доброта меня и жирает здесь. Мне постоянно всех жалко. Не делай добра, не получишь зла. Да, да, про него облил тебя в прямом эфире. А я не удивлена. Есть чем людям, что они меня обсирают. Счастьем. Счастье им. Я ни на кого зла не держу, так как я, сука, добрая. Реально, лучше бы я была зла. Аппаратная ответит ей уже. В итоге аппаратная не ответила, и она ушла. Тебе лучше темненькое. Спасибо. Спасибо. А с кем сейчас Назар, и почему его не выгоняют? У него уже не все дома. А Назар сейчас ни с кем. Естественно, он перед голосованием стал опять подкатывать колени. А, нет, сначала вчера подкатывал ко мне, как он хочет быть со мной. Адриана, давай с тобой попробуем. Пытался всячески меня как-то там полапать, обнять, поцеловать. Потом, через пять минут, подходит к колени, делает все то же самое. И сегодня у Лины там просит прощения. И Лины, давай еще раз попробуем. Я думаю, господи, какой чухню ты, Назар, несешь. Мне кажется, Назар вообще пофиг, какая рядом с ним девушка. Вот, а ему главное волшебство. Поэтому, конечно, я думаю, в следующем голосовании, я думаю, его могут выгнать. А то он распилился. Каким образом она тебе жирает? Доброта меня жирает тем, что в каких-то моментах я промалкиваю. Где-то не хочу говорить свое мнение, потому что эти мнения могу там кого-то обидеть. Вот. Или там какое-то голосование. Мне там постоянно кого-то жалко. Хотя этот человек меня как-то оскорблял и бежал. И мне все равно его жалко выгонять. Вот. Хотя сами же эти люди меня пытаются там выгнать. Ну, в общем, все равно. Больше в Красноаремейском районе, но жил там. Но сейчас он остался, как я поняла, в Москве. Вот. А Назар какой репутации и как попасть на ДМ-2? У Назара репутация так себе. Из-за того, что он эвриковатый. И за счет этого он тут и держится. Попасть через кастинг. То есть вы можете там заполнить заявку на сайте, и вам напишет менеджер. Или на проекте. Да. Искренне женского счастья тебе. Спасибо. Красивое, приятное, позитивное. Очень приятно наблюдать на проекте за вами. Спасибо. Но на самом деле я в последнее время... Вообще у меня был такой момент, что я вообще не хотела ни с кем общаться, ни отвечать, ни на какие вопросы. Мне просто хотелось все в углу зажаться и сидеть. Тяжело морально выходить из блонда? Нет, мне было не тяжело. Мне почему-то было тяжело с блондом ходить. Как будто я перекрасилась. Блонд был, и все сначала отлично. Но потом как будто я в себе чуть-чуть растерялась. Как будто я какая-то стала бледная, что непонятно. О, как Назар вообще может нравиться. Ну, кому-то нравится. Я вам сказала только что, кто тебе больше не доверяет. Да, я так сказала. Кто достал Лину? Ирина, кто тебя достал? Кто меня достал? Да. Не знаю, мне спросили, кто достал Лину. Я говорю, не знаю. Адеев ее достал. Ты с кем? Я пока ни с кем. Сергей, общаетесь с ним? Нет. Ты ушла с проекта? Нет. Кто-то по гороскопу. Я дева. В лексонопроекте? Да. Ты похожа на Джоли. Ну, не знаю. Мне кажется, не похожа. У вас есть график, когда вы должны вставать утром? Вообще у нас практически подъем всегда в 12. Вот. Но иной раз мы можем вставать там в 9 утра, в 7 даже утра, в 10, в 11. То есть по-разному. Конечно, в 7 утра тяжело вставать, когда ты ложишься в 3 часа или в 4 часа ночью, утро, можно сказать, что уже и все не встаешь. Адриан, тебе темно лучше, спасибо. Адриан, я приударь задей его, покажи вам, где раки делают. Да нет, не буду я Лешу трогать. С кем Захарова? Вы все это знаете в эфире. Саль, лучшие подруги. У меня нет лучших подруг. Я вообще никогда не называла девочек подругами. Для меня это слово даже как-то. Не доверяю я даже этому слову подруга. Я чисто так как-то в шутку постоянно с Линой. Подружки, подружки, 15%! Кто из девочек последний заход остался? Ну вот, когда последний был заход с Лексой, их было двое. Вот их всех оставили. Сколько тебе лет? Мне 22. Тебе платят деньги на дом 2? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да. 12 дней, офигеть. Не, на самом деле, мне мало 12 дня. Мне хочется встать там часа 3 дня, потому что мы очень поздно ложимся спать. И мы там спим там. Ну, короче, я каждый раз пытаюсь лечь пораньше. Ну, а я снова ложусь и снова в 3, в 4, в 5 утра. А что пижаму-то провала? Это вот спасибо подружке Елене. Я на нее была очень зла. Порвала пижаму. Я дала ей обратно. Ее же подарок. Я знаю, что тут, возможно, был детский сад, но в тот момент мне подохотелось. У вас питание бесплатное? Да, тут привозят нам продукты, и мы сами готовим. Но тут есть еще повар, и бывает, что мы идем к повару, платим денюжки, и он там что-то готовит, если нам впадут. Правильно не трогай говно, она вонять не будет. Привет-привет. Да, она очень красивое имя. Кто тебя так назвал? Меня назвала мамочку. Она очень-очень сильно хотела девочку, поэтому с первого раза у нее не получилось, а второго тоже, и вот с третьего и получилось. И она всегда говорила, что если не получится с третьего раза родить девочку, она будет на четвертого ребенка, и пошла ей на пятого. Вот. И ей всегда хотелось, чтобы у девочки было необычное имя. У меня, в общем, всегда было сравнение какое-то. Допустим, там Маша такие, Наташа такие. Вот. И она хотела, чтобы это имя ни с каким человеком нельзя было сравнить. Вот. Она пошла в церковный уголок, и в этот день, да, и в этот день было три имени. Что-то там Ира, еще какое-то, и Адриана. Вот. И 8 сентября я родилась, меня назвали Адрианой. Она даже первое время забывала, как меня зовут, и записывала на бумажку. Вон, женщина старая идет. Женщина, вы комнатой ошиблись. Так. Женщина, вы комнатой ошиблись. Элина дура. Я сейчас ударю тебя. Алина меня бить собралась. Видите? Словами не может решить, а только дров. И поделиться мне... А, мне мама звонит, ладно. Вот иди. Все, у меня похоже сейчас зависать. Там будет. А, нет. Так, ну что, не остановилась. Сегодня в эфире девочка пришла к Гранту. Как она тебе? Но поначалу... Вроде прикольная была. Вот. Потом там были кое-какие недопонимания. Но в итоге сейчас все общаемся, все дружим, все хорошо. А где повар готовить? Вот никогда он не был замечен. А он вообще там в отдельном здании, в административном. Вот. Поэтому, конечно же, его не показывают в эфире. Он там на кухне, на закрытой, где нет ни камер, ничего. Адриана, ты и так красивая, слишком много макияжа портит все. Ну, на мне сейчас ресницы наручные, я не знаю, кубы накрашены. Как бы сейчас на мне не так уж много макияжа. На мне нет слоя тоналки и ярких теней. У всех разный вкус. Я как-то по настроению могу ярко краситься, могу чуть-чуть. Эля, привет. Обойдется. У вас там холодно, часто в одежде в шапку ходите. Да, конечно же, у нас сейчас холодно. И каждый раз, конечно, хочется что-то надеть красивое. Там плачешку, рубашечку. Но понимаем, что мы очень часто уходим на улицу. И каждый раз, каждые пять минут переодеваться тоже не очень удобно. Вот, поэтому уходим там в балахонах, в свитерах, там, я не знаю, в штанах теплых. Особенно на лобном. По двое, по трое штанов. По три кофты. Куртка, плед сверху. И все равно очень-очень холодно. Не хочешь себе айфон покупать? Я бы, конечно, с радостью, но зарплата пока так не позволяет, чтобы я вот так вот получила зарплату и купила. У меня пока нет такого желания себе новый айфон купить. Пока с 8 плюс хожу. Какой тебе вес? У меня, наверное, где-то 55, я, наверное, бешула. Ну, в общем, мой вес всегда где-то от 54 до 58 гуляет. Класс, у меня дочь Лина, если будет еще дочка, то обязательно назову Адриана, потому что очень красивое имя. Ой, как круто, как приятно слышать. Кстати, на самом деле Адриана ни у кого из девочек не слышала, никогда не встречала людей, у которых зовут Адриана. Единственное, кого я знаю, у кого зовут дочку Адриана, это певица Ханна, и вот у нее дочка тоже 8 сентября, и тоже Адриана. Просто многие пытаются как-то называть необычным именем ребенка, в итоге это имя становится очень распространенным. Вот раньше, я помню, блин, Каролина достаточно редкое было имя, даже Лина, а сейчас очень-очень-очень много таких девочек с этими именами. Но в детстве я всегда плакалась маме, говорила о том, что зачем ты меня так назвала, почему я там не какая-то Маша, почему я Адриана, почему Адриана никого не зовут, а меня зовут. Но потом я выросла и поняла, что на самом деле круто, что ты индивидуального имени. Женя с Настей помирились с тебя, ну, естественно. Ты знаешь блогера Лью Браун, его очень похоже внешне? Нет, не знаю, но посмотрю. Адриана, сколько вам платье твое? Мало. Мало. За периметром я получала пыши. Адриана, почему не бросишь тех, кто тебя оскорбляет? Ну, я как будто с ними живу. Не могу. Не могу. Тебя хотят выгнать. Почему? Потому что я якобы использую мужиков, то, что ко мне приходят, и я их якобы выгоняю. Вот. То, что я якобы не хочу строить ни с кем отношения. Я просто не виновата, что человек ко мне приходит. Сначала вроде все окей, он тебе нравится. Потом ты начинаешь присматриваться к его недостаткам. Я не говорю, что я идеальна. Но моменты отталкивания, это там в характере, где-то в внешности. Да, у меня есть такой бизик на внешность. Вот. Но, наверное, это значит, были не те люди, с которыми я реально хотела быть. И, наверное, поэтому я так придиралась. Строить фикцию я не хочу ради проекта. Если я этого человека не вижу в будущем, ну, рядом с собой, зачем мне? У меня, получается, было за три месяца, сколько я тут нахожусь. Три или четыре симпатии. Вот. Ну, я не считаю, что это так много, что, на самом деле, я уже с ними не строила отношения, там, пару раз с ними на свидание сходила. И на этом все. У многих тут, я не знаю, меняется симпатия три раза в день. Сколько вы на лобнице сидите часов? Но час точно, а бывает и больше. Бывает, а перед Новым годом мы сидели по два лобна. То есть одно лобное прошло, мы там час точно посидели, и потом второе. А за столом шапки сидят. Сидят. Ну, ладно, девочки, а вот мальчики, я считаю, что шапочку должны снимать. У тебя зубы так хорошие, почему не снимешь железки? Не могу, так как мне сейчас нужно исправить прикус. Вот. Поэтому мне скоро еще наденут эти резинки по бокам. Я вообще не знаю, как я буду ходить, как я буду разговаривать. Такое редкое имя, это точно. Спасибо. Сын у Мальского Атриан зовут. Да, кстати, когда он приходил к нам сюда на поляну, он говорил, что у него сына так зовут. Я даже сейчас не забыла. С помадой переборщила, рот большой, и без этого помада яркая, и броска еще больше увеличит его. Может, стоит прислушиваться к советам, касаемым макияжем. Ну, кстати, в последнее время я помаду не красила. Мы просто сейчас тут играли у русских красавиц, и мы красили красные губы. Слушайте, это не рот большой, это губы большие, понимаете? И я только родилась, и не на то, что у меня губы большие. Я считаю, что кто мне пишет про рот, это просто у меня зависть или еще что-то. Я же не могу себе уменьшить свои же губы. Зачем? Мне устраивает мой рот. Хорошо глотаю зато. Моя дочка Элина называет Алина, ей аж бесит. Меня тоже по-всякому могут называть. И Аделина, и еще как-то коверкают. Но я на самом деле не обращаю на это внимание. Я понимаю людей, что кому-то это имя не особо запоминается, там путаются в первое время. Поэтому ничего страшного. С краской ты страшная. Мне похуй. С краской и без краски. На себя посмотрите сначала в зеркало, а потом напишите. У тебя есть брат или сестра? У меня есть два старшего брата. Вот у них уже семьи, дети. Осталась теперь я. Почему с Эдуардом не получилось? Ну, у меня была к нему симпатия. Особенно, когда я увидела его фотографию, где он короткостриженный. Может, я там все это постригусь, у меня будет там короткострижка. Я просто не любительница парней, у которых длинные волосы. На самом деле он симпатичный. Я это не отрицаю. И я поспешила с тем, что согласилась, что мы там в паре, хотя мы даже особое время не проводили, не ходили за ручку, не целовались так чисто, чмок и все. И, наверное, я все-таки снова хотела отношений построить с какой-то с дружбы. Ну, в общем, не такая уж сильная симпатия была к нему. Ну, как человеку ты нравишься? Ну, хоть на этом. Спасибо. Я считаю, что внешность трогать – это самое унизительное. Я никогда не трогаю внешность. Ну, я не оскорбляю. Да, я говорю о том, что, когда я знакомлюсь с человеком, я очень придирчива к внешности, но я не оскорбляю. Я не говорю, что там человеку в этом виноват. Иди там, что ты давай исправляй. Последний парень тебе точно не приходит, чисто внешне. Так, а по эфирам это, по-моему, уже иногда показывали. Я уже не помню, просто нас надвели две недели вперед, и я запуталась. Самая лучшая и добрая на Дома-2. Да, спасибо. Честно, я думала, что я над Дома-2 стану злаю. Но я еще стала, мне кажется, все добрее и доблее становлюсь. Самодан? Нет, не поменялось. Так, что-то я пропустила. Давай, ты меня снимай. Не хочу. Или ты хочешь совместно? А? Ты хочешь совместно? Да. Можно. Можно. Или пойдем покушать. Ой, давай похаваем, и мы потом прямой зайдем. Сука, Элина меня каждый раз пытается откормить. Я вот до ее прихода, я, ну, не так жрала. Она меня может так в 4 утра разбудить и сказать, Адриана, пойдем ужрать. И мне приходится хавать. Или я даже не хочу есть, но я смотрю, как она кушает, и я ем. Я колбасу никогда не любила. Я полюбила колбасу, понимаете, ребята? Элина колбасу. Колбасу. И Элина с колбасой. Элина, она тоже любит. Обожаю просто. Гнида. Все испортила. Все, у меня нет подружки, у меня нет к недоверию. Она меня обижает, бьет и пытается меня жирно сделать. Ай, блядь, дура. Еще у нее лоб морщавый. Морщавый. Ладно, все. Всем пока. Всех люблю, целую. Она вас не любит и не целует, она врет. Она пиздоболка. Полубу буду бить, чтобы ваши не ушли. Я зали сейчас. На, Болит, аккуратно. Ну так иди, а то я тебя же столкну и сломаюсь. Пишут про тебя, какие гадости про тебя пишут. Про меня? Угу. Элина, привет. Привет. Видишь, мне даже привет передают. Вот красивая пишет. Красивая Элина. Да. Элина самая лучшая. Ой, брюшка, не верь ты ей. Ребят, всем привет. Вы самые лучшие. Новый год на поляне отмечать будете, а нет. Мы уезжаем. Я буду встречать в своем городе. А потом мы уезжаем. С родными хочу. Вот, а потом, возможно, встречусь с этой гнидой. Ладно, все, мы по почте зайдем. Сейчас чешку набьем. Сука, подлизывается. Дров наломала тебе. Подлизывается. С нами кушать нельзя, эти? Не, я не хочу это перед телефоном жевать, чавкать. Мне вообще раздражает. И хрюкать. И хрюкать. Я с Волгограда. О, прикольно. Я тоже. Ой, мне так тяжело. Это такая жирная. Ничего страшного. Елина очень красивая и фразматичная. Это я сейчас... Елина, да, а вот Элина, нет. Ой, мне даже приятно, когда с меня слюнька-пузырик остался. Сука. Ладно, все. Все, кто пойдет спать, спокойной ночи. Она вам поцелуйчики через меня передает. Сука, подлизывается. Типа она меня любит, типа подружка. Ты очень красивая, спасибо. Я такая. Сука, я красивая. О, языками придронулись. Как у тебя дела? Сейчас поедим, будет намного лучше. О, Александр, привет. Ты кто? А, знакомый. Любовник. Ой, как она меня любит. Она меня, кстати, изнасиловать хотела ночью. Не ври. Я в трусах ходила перед ней. Да. Проверяла. Мадан извинилась мне. Губами по телу целуешься смело. Когда в Волжске? А кто это? Валентина, не помню. Волжске и 31 декабря я приезжаю. Нам надо вместе быть, зачем искать. Привет, привет, Саш. Как дела? Козельки-то мои остались на тебе. Почему игноришь вопрос, Амадан? Ну, не хочу я о ней разговаривать. Одных полных пар еще не было. Было, было, было. Было, их выгоняли. Потому что это не эфирно. Что, идем кушать? Ты не решила, сука. Она меня достала. Я говорю, что я с ней дружой. И у меня нет подружки больше. Она приходит ко мне на кровать, ложится рядом и лежит. Подруги не подруги называют. Все подружба. Я говорю, что я не могу действовать. Я не хочу, у меня кто-то притрался. Ты что? Ходят тут всякие вот эти вот бабайки в маленьких. Это любовь пишет. Это точно. А почему ты не хочешь с ней дружить с Элиной? Потому что она плохая. Я плохая. Плохая. Смотри, я сейчас его вот так вот тик-тик. Могу. Сейчас, смотри, я так сделаю, это поджопник, и они уходят. Как больше мы над ним ржали, когда он это... Вот и помер дед Алексей. Да, и хуру. Подожди, а чего у Безоса песня? Какая любимая? Серега. Да пошел ты нахуй, ебаный Серега. Со своим... Нет, со своей управдой. Покажи, что покажи. У Леши прическа фо. Мы ему передадим обязательно. Гробовой привет. Спасибо. За гроб-то. Придадим Адееву. Ладно, все, пойдем похаваем уже. Я теперь думала. Сука, она сдавала, как мне попить. Ой, ну хоть кто-то мне целует. И цветочек. Ладно, все, давайте я, может, попозже зайду в мой фильм. А кто будет спать, всем спокойной ночи. Всех любит, целую. Спасибо за поддержку, за комплименты. Алина самая лучшая. Нет, вы самая лучшая, а Алина плохая. Сука. Продолжение следует... Субтитры создал DimaTorzok